Осторожно, педофил! Жители поселка Ждановский Кстовского района напуганы появлением странного мужчины. Мужчина этот лет 50 пристает к детям, совершает непристойные действия вблизи детской площадки, угрожает ножом взрослым. Первый, что-то подозрительное, увидела неравнодушная местная жительница, которая обратила внимание на некого мужчину, который что-то настойчиво добивается от мальчика. Издалека я подумала, что это отец, потому что ребенок стоял достаточно близко. Он разговаривал с мальчиком и говорил ему вот эти фразы, что не бойся, больно я не сделаю, не переживаю, что так разнервничался. Он спрашивал у него, где он живет, где его родители, один ли он гуляет. Адрес свой скажи, телефон, я тебя дома провожу. Я спросила у мальчика, знает он этого мужчину, почему он вообще с ним разговаривает. Он сказал, что он не знает. Мужчина мне сказал, что он очень хочет его проводить домой. Мы ему отстанем от ребенка, а он что-то нам еще сказал. Я забрала, соответственно, своего ребенка и мальчика, ему говорю, пойдем. Он пошел с нами. Я говорю, тебе разве родители не говорят, что нельзя с чужими разговаривать, тем более вот с такими мужиками. Ребенок сказал женщине, что он пойдет домой все равно. Мужчина начал его опять преследовать. После чего я достала телефон, сказала, что я сейчас вызову полицию, что у меня есть подозрение, что это педофил или маньяк. После чего он сказал, что я ничего не докажу и уехал. Мужчина коренастый, за 50, камуфляжная кепка, камуфляжный костюм. До этого, вот этот мужчина, по описаниям, гонялся еще и за девочкой, которая тоже забежала, успела и додумалась, молодец, что сбежала в магазин, дождалась, увидела соседей, которые ее проводили домой. Ну, вообще он появляется там, где много детей, на площадках. Он так, ну, как-то странно смотрит на детей, как будто прям хочет их забрать и, можно сказать, как съесть. Ну, такое ощущение. Он просит, типа, довезти его до Кстова. У мальчика? Да. Подхожу к своему подъезду, вот, номер 4. У подъезда стоит непонятный, как говорится, то есть, у меня незнакомый человек, в этом доме не проживает. Не стесняясь никого, ничего, стал, начинает здесь оправлять свои естественные надобности, прямо у подъезда. Я говорю, парень, ты что делаешь? Парень не понимает, парень просто достает, ножик достает и начинает, как говорится, мне угрожать. Ну, как говорится, ножиком. Ну, пришлось ему немножко, как говорится, учекомерить просто. Человек ретировался отсюда, убежал. И по внешности, с которым я вот с этим имел инцидент, по внешности, оказывается, что это походит. Ну, человек неадекватный, просто видно. Ну, то есть, или обкуренный, или наркоман. Ну, то есть, если посмотреть так вот, если посмотреть, то у него глаза практически как стеклянные, на выкате. А вообще, конечно, меня это шокировало, потому что у нас поселение хоть и большое, но в основном молодежное, и люди такие нормальные, адекватные, добропорядочные. Ну, таких вот случаев у нас не было, чтобы приставали к детям. Будем проводить рейды, будем дежурить, ДНД, родительский контроль, наверное, в школе тоже будет задействован. Конечно, меры безопасности усилились. Во-первых, силами сторожей, силами, своими силами осуществляется охрана. Детей в чужие руки мы не отдаем. Кстати, в полиции нам сообщили, что пока проверку данного факта не проводят, так как заявление от потерпевших к ним не поступало.